Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Паснова. Я рада приветствовать вас на своем канале Загринел Светочник. Не знаю, будет слышно или нет. Забыла наушники, если честно. Но надеюсь, что так как машина маленькая, вы меня услышите. Сегодня пятница, 14 января, и мы с Аней едем навстречу. Я являюсь лидером бизнес-группы для женщин. И мы едем встречаться с девчонками, у которых свои бизнесы. Будем обсуждать, у кого какие бизнес-задачи, накидывать друг другу идеи, оказывать друг другу моральную поддержку. Ну и вкусно позавтракаем, конечно, в кафе. Сейчас время 9.45. Ничего не успела с утра, если честно, кроме зарядок, покормить животных. Какой-то такой, видите, погода такая, плаксивая, настроение соответствующее. Да, я не всегда улыбаюсь. И я очень стараюсь, когда они снимают камеру, улыбаться. Но так получается, не всегда бывают и какие-то печальные моменты. И вот мы с Аней сейчас едем в машине, обсуждаем, кто что любит, кто любит сладкое, кто не любит сладкое. И вот я решила рассказать про аскезу, и мы решили подснять. Так вот, когда я несколько лет назад задалась вопросом аскезы, говорят, есть такая практика, что если наберешь аскезу на какое-то желание, то оно исполняется. То есть это типа Бог, Сатурн, дань Богу, то есть ты вот обещаешь, что ты там не будешь 30 дней есть сладкого, если ты любишь сладкое. И вот ради того, чтобы твоя желание исполнилось. Ну и я начала изучать вопрос, что такое аскеза. То есть аскеза бывает двух видов. Первое, это когда ты отказываешься от чего-то, что тебе, ну, как ты считаешь жизненно необходима. Ну, например, ты кофеман и пьешь, там, не знаю, 6-8 чашек кофе в день. Либо ты сладкоежка и просто не мыслишь своей жизни без плитки шоколада в день. Либо ты, ну, не знаю, просто много ешь. Или ты, ну, не знаю, что ты такое делаешь, но без чего ты считаешь, что ты просто не можешь. Может быть, соцсети для кого-то как вариант. И вот ты пишешь, что я хочу, чтобы вот это вот исполнилось. И даю обещание, что 30 дней я не буду вот этого делать. Это первый вариант. И второй вариант, это когда наоборот. Аскеза выражается в том, что ты будешь делать то, чего ты не делал. Ну, например, ты терпеть не можешь делать зарядку. И ты даешь такое письменное обещание, что ты будешь каждый день в 15-м году заниматься, там, стоять в планке, делать там 100 отжиманий, 50 приседаний, не знаю. То есть это какое-то тоже такое насилие, если бы сказала, над собой. Вот. Ну, так как, в принципе, у меня нет такого, чего бы не хотелось делать, не надо было себя заставлять. Я ведь вообще считаю, что насилие – это не лучший способ жизни. То есть все-таки жизнь, она для того, чтобы ей наслаждаться, а не для того, чтобы себя насиловать. И желания, они немножко по-другому исполняются. И начала изучать, ну, думать, от чего бы я могла отказаться. Ну, у кого-то это может быть шопинг. Да, то есть человек не может не ходить в магазины, чтобы себе покупать. Думала, я думала, и поняла, что, в принципе, аскеза вообще не будет варианта, потому что я веду достаточно аскетичный образ жизни. Ну, про вредные привычки я молчу, потому что я, в принципе, готова от них отказываться ни ради чего. Это то, что мне нравится, и пока не готова. Вот. И поняла, что, в принципе, я могу отказаться. Кофе я, правда, такой у меня был эксперимент. И я поняла, что в какой-то момент, что я очень много пью кофе. Как только я этот момент отследила, я отказалась от кофе. И месяца два не пила кофе вообще. Прекрасно себя чувствовала. Потом начала пить опять. Ну, просто уже не в таких количествах. Потом у меня было несколько раз в жизни, когда я понимала, что надо отказаться от алкоголя. И в институте, когда такая самая пьянствующая пора, все праздники, тусовки, там, алкоголь льется рекой, я год не пила. Но сначала мои друзья нервничали и говорили, господи, как ты будешь веселиться. Я говорю, да мне будет еще веселее, глядя на вас. На самом деле, так она работает, искренне вокруг, ну, там нет. Это очень весело. Поглядайте, я всем этим помолву. Ну, через пару там тусовок они расслабились и поняли, что я их не напрягаю своим скучным видом. Я веселюсь вместе с ними. И алкоголь, в принципе, на это мне нужен. Ну, вот периодически там отказать алкоголь на 2-3 месяца, это тоже, как бы, такая практика по жизни. У меня не к тому, что я сильно забойная, конечно. Но бывает, что понимаешь, что надо отказаться. Ты просто отказываешься, это не напрягает. И вот я думала, 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 и поняла, что, ну, я эту аскетку вообще-то не по порядку. То есть, в принципе, у меня нет ничего сверху. То есть, я не делаю ничего такого сверху. Я слишком много не сплю, не покупаю, не ем, не пью. Ну, то есть, нет каких-то веществ, от которых можно отказаться. И такой, я герой. Я раньше пила там чай с шестью ложками сахара, а тебя с четырьмя. Не моя вообще история. Поэтому подумайте, может быть, у вас аскезис работает. Ну, тот человек, который мне рекомендовал эту практику, говорит, что работает 100%. Прямо вот 100% она сбывается. Но я думаю, что тут дело даже не столько в отказе от чего-то, сколько, ну, ты намерение выражаешь. То есть, есть такая практика, правильно выразить намерение. То есть, ты выражаешь намерение, что ты хочешь, чтобы вот что-то исполнилось. И не просто это выражаешь. Ну, вот я хочу. Я поэтому лягу на печку и буду лежать. Ты начинаешь что-то делать. То есть, ты начинаешь что-то делать для того, чтобы оно осуществилось. Ну, и понятно, что еще помимо аскеза, желательно делать что-то в направлении осуществления своего желания. То есть, если вы хотите встретить там молодого человека или мужчину, то, ну, как минимум, надо куда-то выходить, следить за собой, улыбаться окружающим людям, чтобы у них не создавалось впечатление, что, по-моему, на кривой казино подъедешь. Ну, там, не знаю, на сайте знакомятся, регистрироваться. Ну, то есть, предпринимать все равно какие-то шаги и понимать, что вот то, что ты делаешь, это тоже направлено на осуществление твоего желания. Если ты хочешь зарабатывать много денег, много, вы же понимаете, это не... Ну, это такое очень абстрактное понятие. Нужно четко обозначить сумму, выписать варианты, каким образом ты на сегодняшний день можешь ее заработать, разбить свою цель на маленькие шажочки и начать идти. Ну, а если вы еще приедете, возьмете аскезу, то 100% сработает. Ты можешь его пользоваться, но он уже висит, что у тебя его не берет. Ты смотрю, ты его покупаешь, и тебе его не берет. А при том, что когда мы раздалучили... Да, да. А там как раз вот коробка, 350 метров. То есть, знаешь, как ремонтируйте, изъезжай. И при том, что когда мы спрашиваем у юристов, вот задали мне вопрос в чате, а вот как там вы можете нам объяснить, я понимала, я бы давала свой объект, замок и им его пофигу. Не будет вы, не из них будет. Я говорю, это же ваш объект, это ваша... Ну, слушай, ну когда сносят, все равно что-то дают, что вы только... Нет, Саша, дали вот... Вот сейчас эти здания, которые у вас построили, и мы их выставили как бы в стоимости, в которых мы, знаете, там салон... Ну, как такое запрос? Надо проверить. Общая, да? Ну, то есть, тогда тебе надо яндекс-карты, гугл-карты, или там мой бизнес, СНДС, ну, все. Да, мы тут встречались с девочками, походили по торговому центру, потратили кучу денег. Я подчинила свое любимое кольцо за какие-то безумные деньги. Мне кажется, это кольцо уже златым. Куда мы еще сходили? В химчистку. В химчистку? В летоуаль купили подводку за 300 рублей. Да, купили мне модную подводку за 300 рублей, поняли, рекомендация. И отдали штаны ему перешит молния. А сейчас мы приехали за едой, потому что надо что-то готовить. А чтобы что-то готовить, надо с чего-то приготовить. Ну, конечно же, я хожу к одним и тем же людям за едой. Мне кажется, в этом прелесть общиняк-бизнеса, когда ты ходишь к одним и тем. А вам на что надо? На засолку? Мне нужен борщ и пироги. А они там, мне заходят один большой или два маленьких. Эти две три отсюда. Вот это, Шинка, подожди. Я вот эту воду, да? Вот эту белую соню. Она прям на мороз. Да. С рынка. Да, да, да. Теперь я поснимаю вот эту прекрасную девушку, которая ходит за мной с камерой. Да, да, да. Сейчас я буду ее кормить супом. Надеюсь, насильно не придется. Это маме хотите отказать, да? Я так и знала. Вот тем самым, который я варила норвежский суп. Вот Тома сейчас нас с Аней кормит, потому что мы приехали очень уставшие. Побывали на десяти рынках. А ты уже разбрала, да, сумки? Мы сейчас покажем, какую штуку классную купим. Последнюю. А, да. Я что, мы были на десяти рынках? Да, мы купили вот такую штуку. И завтра мы будем сдирать обои. О, она тоже хочет поучаствовать. Будем все, по-моему, участвовать. По-моему, сдирать обои. Мне кажется, участие автоматически уже. Будем сдирать обои. Да. По-моему, сдирать обои звучит, это как, по-моему, что делать нельзя. Но хочется. Как проходит пятница, время 4 часа. Пятница проходит достаточно лайтово. Не так уж много мы сделали дел. Съездили на бизнес-встречу. Пошастали по торговому центру. Отдали одеяло в химическу, которое лежало месяца 4. Стало своего, ну, как бы, участи, да, своей, когда ее кто-нибудь отвезет. Съездили, купили средства для снятия обои. Завтра у нас будет, завтра будет суматошный день, друзья. Это будет прям весело и интересно. Сейчас я девочек отправляю кататься на ватрушке. Аню засунули в мои штаны зимние, в Томины ботинки на 5 носков. Потому что у Ани 36-й, у Тома 40-й, у меня 41-й. Она приехала, ну, по-питерски. Она такая девушка из культурной столицы, в кроссовочках. А у нас тут снег по-самой немогой. Как бы на ватрушках не очень кататься. Поэтому вот она сейчас в одном ботинке, в одном носке поковыляет за мной наверх. И я вам расскажу, чем я планирую заняться остаток дня. Ну, возник не остаток, но, по крайней мере, пока не катаются на ватрушках. Лепят с никовика и занимаются такими-то своими девичьими зимними забавами. Так, это, как вам уже известно, это мой кабинет. У меня вот здесь вот такой огромный список писем. У меня запланировано на сегодня. Сейчас я вам покажу. Если учишься время 4 дня, я не знаю, когда я буду все это делать. Вот это вот мы сделали. То есть сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Буду делать отчеты у себя вот тут по бизнесу, смотреть. Испанские барабаны у меня пойдут чуть-чуть попозже. Буду готовить озеленение. Я вот тут съездила к одной прекрасной девушке. Зарисовала, как выглядят помещения, в которых она хочет сделать озеленение. И записала все ее пожелания. То есть видите там, куда выходят окна, где окно, что мы куда будем ставить. Пожелания по кашпо. Ну, то есть это все записывается. Вот пожелания клиентов. И сейчас я открою свою базу с растениями в Толландии. И буду подбирать с учетом ее пожеланий, с учетом освещенности, с учетом того, что она новичок в растениях. Растения будут в кашпо. И она хочет минимальной заботы с максимальным результатом. Я так умею. Ну и собственно, я буду сегодня собирать вопросы на уже, он сегодня 14 число, на 26. Этот ролик выйдет, ну, спустя две недели, потому что сейчас я подсоберу. Занимает у меня на одно видео вопрос-ответ 3 часа. Я отвечаю на ваши комментарии. Сейчас слава великому ютубу. Они нам немножечко, блогерам, облегчили жить. Когда можно ставить на комментарии, не требующие ответа, сердечко. И он засчитывается как отвеченный. То есть это сильно экономит время. Поэтому, если вы видите, что я отметила ваш комментарий сердечком, знайте, что я его внимательно прочитала, заценила. Ну, просто он не требует ответа. Такие комментарии тоже бывают. А еще, вот, сейчас мы с Аней будем снимать шорты. вопросы, потому что у меня появилась идея новые рубрики, какие-то брать ваши вопросы и в шортсах ежедневно отвечать, ну, чтобы ускорить процесс и подсократить количество неотвеченных комментариев, потому что я одна этим занимаюсь. И есть комментарии, где вы ждете по 9 месяцев ответа от меня. И я, конечно, понимаю, что еще 3 года не прошло. Но, тем не менее, мне хочется немножко подсократить время ожиданий. При этом какие-то простые вопросы, ну, требующие достаточно быстрого ответа, ну, или просто-таки общего образовательного плана, я буду выкладывать в шортс и буду выкладывать в рилс на Flors.ru в Инстаграм. Так как шортс через неделю из Ютуба уходит, а рилсы остаются, и вы видите, что я вам пишу, ответила там такого-то числа. Значит, вы можете зайти в Инстаграм, найти рилс от этого числа и послушать ответ на свой вопрос. Ну, надеюсь, вам это будет удобно. Мы попробуем и посмотрим по вашей реакции, как она пойдет. Итак, время 4 часа дня. 14-е число. Вот видите, 15.52. Более того, для того, чтобы упростить, немножечко вам открою такой свой, ну, как секретик, да, у меня есть вот такие вот шаблоны, потому что если я буду писать вот это все, несмотря на метод слевой печати, каждый раз, я не знаю вообще, сколько времени я буду отвечать, поэтому вы, в принципе, видите, что часть ответов шаблонных так и есть. Я просто копирую и вставляю, и таким образом сильно тоже сокращаю себе время. Итак, девчонки идут кататься. Надеюсь, Тома не укатает Аню до состояния-не состояния, потому что они планируют потом лепить снеговика, а они еще камеру в руках держат, чтобы она вот так вот не тремарила. Ну и когда они вернутся, мы покажем, что я успела сделать за то время, пока они гуляли и наслаждались зимней природой. Вечер подкрасил незаметно, время уже 7 часов. Я обещала Ане час назад, что я пойду готовить ужин, но нет. Есть определенная особенность, что когда ты садишься работать, ну вот это моя особенность, меня затягивает просто туда, как в водоворот, вот сколько, уже 3 часа сижу, что я успела сделать. Я успела провести двое переговоров с репетиторами по английскому языку, предварительно выборов с ребенком подходящих репетиторов. Я провела трое переговоров по телефону, одни по бизнесу, вторые я уже не помню, и третье я договорилась на интервью по психосоматике, о котором просто просили эту тему раскрыть, я договорилась с психологом, с которым прорабатывала своя аллергия на солнце. Что дальше? Я села скачивать видео. Кстати, как выглядит, ну тоже, может быть, кому-то будет интересно, вот так выглядит контент-план моего YouTube-канала. То есть сегодня у нас 14 января. Ой, значит, что у меня уже... Сейчас, наверное, как-нибудь выйдем. Не знаю, как это сделать. Что я тут такого нажала? А-а-а, все пропало. Вот, выход один надо нажать. Нет? Как мне тут нажать? Все, я запуталась с компьютером. Блин, вот, все, я поняла. Значит, ну вот смотрите, у меня уже, в принципе, видите, расписан февраль частично, вот по 5 марта. То есть это красным выделено то, что я планирую снимать. Оранжевеньким то, что у меня уже отснято. Желтым какие-то комментарии для Людмилы, которая выкладывает видео. И вот у нас общий файл, где мы пишем тут для себя какие-то пометочки. У меня еще такой же график есть для оптового канала. Просто здесь видео выходит раз в неделю. И начала вести его не так давно. Я вот понимаю, что мне нужно будет на следующей неделе, на 27 января, 3 февраля, то есть поснимать ролики. Что я планирую? Поставка идет небольшая. То есть как вообще все это планируют? Я вижу, что у меня придет цитрус микрокарпа. Сейчас для него сезон. Про него я еще ролик не снимала. Соответственно, по комнатным растениям я буду снимать именно про него. И у меня это уже в планах стоит. Сейчас я вам покажу. Так, поставка ролики в YouTube. Значит, ролики в YouTube пишу. Смотри ниже. Значит, мы будем снимать от процитрус микрокарпа. Потом я еще гляну. Плантмикс. Может быть, новые растения придут у нас. Я вам про них расскажу. Сейчас мы посмотрим. Цифры желательно не показывать. Это не для словонервных информации. Так. Вот так вот сейчас скроем. Так, что у нас будет? Вот по срезанным. Сейчас, смотрите, все уберем. Значит, вот у меня идет поставка по срезанным цветам. Про что я вам еще не рассказывала. Про метеолу я рассказывала. Про подсолнухи рассказывала. Вот у меня такое ощущение, что я не рассказывала про такую гвоздику. Но я не уверена. Сейчас мы это проверим. Гвоздика. Про какую гвоздику я вам рассказывала. Про пустовую. Про Оскар. Про одноголовую. И все. Значит, у меня будет очень интересный ролик про гвоздику. Гвоздика Гриндрик. Она очень необычная. И не все даже подозревают, что это гвоздика. Гортензия вам показывала. Хоризантема, по-моему, кустовую тоже. Сейчас мы проверим. Хоризантема. Кустовая. Не показывала. Как так вообще не пойму. Может быть. Так. Хоризантема. Это горшечная. Одноголовая в срезке. Это у меня уже ролик вышел. Это у меня план потенциально, что можно снять. Такие какие-то наметки. Ваши просьбы. Представьте, не было про хоризантему кустовой роликов. Большое упущение. Сейчас мы хоризантема кустовая. Так. Что у нас еще идет такого интересного? Герберу я вам показывала. Подсолнух. Сейчас я проверю, конечно. Потому что раз у меня не было. И подсолнухов не было. Представляете? Значит, я еще буду снимать про подсолнух. Итого. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, пять, шесть роликов. Я сниму после того, как мы примем поставку. Это у меня план на воскресенье. Соответственно, я сейчас сразу себе впишу. Цитрус я вписала. Так. Четверг. Вот у нас выйдет, значит. Это у меня уже отснятый вопрос-ответ. Значит, здесь у меня будет. Я должна вам ее показать. Она просто необыкновенная. Грин-трик. Это у нас будет плейлист срезка. Так. Дальше. На следующий четверг мы поговорим про хризантему кустовую. И это тоже у нас будет срезка. Представляете, вот какой объем работы на самом деле делается. Кажется, всем все так просто. Так. И подсомок. Раз, два, три, четыре. И про подсомок. Это у нас тоже будет четверг. Это тоже будет срезка. Обратите внимание, я печатаю, не глядя на клавиатуру. То есть я владею очень классной техникой, которая называется... Печатаю, не глядя на клавиатуру. Да, печатаю, не глядя на клавиатуру. Ты не думала, как я печатаю? Не, я думала, так техника называется. Нет, техника называется метод слепой печати. Я освоила ее 27 лет назад. 27 лет я печатаю, не глядя на клавиатуру. Это очень круто, потому что я могу печатать, я могу смотреть на тебя при этом. И у меня будет все безошибочно. То есть руки сами... Да, мышечная память просто помнит, где какая буква. Да, 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 да. Так, ну и, соответственно, так как у меня неизвестно будет у меня что-нибудь новенькое или нет, а следующая поставка у нас будет где-то 24-25-го, меня, видите, вот здесь есть такой запас. Запас. У меня, кстати, еще по срезке. Тут уже отснято три материала. Ну, что-нибудь я вам покажу. Даже не знаю, что. Ну, например, антуриум. Фьорино. Мы вот сюда поставим на пятницу. То есть у меня уже давно отснят. И когда, ну, не приходит много нового чего-то, с каждым годом становится все меньше и меньше то, про что я вам не рассказывала, мы поставим пока так, а вот на эту пятницу я уже буду планировать из новой поставки. Не сюда поставила. Из новой поставки буду... Вот я лохушка. У меня здесь антуриум срезки идет, значит, мы хризантему кустовую уберем. Сейчас мы это будем все двигать. То есть это такой процесс очень творческий. То есть какой-то у меня отснятый материал, какой-то не отснятый, какой-то запланированный. То есть, в принципе, YouTube-канал это тоже такая полноценная работа, которая требует, ну, тоже времени и внимания, понимания, что ты делаешь, для чего. Сегодня пятница. Сегодня вышел первый ролик из серии «Философия еды». Я жду ваши комментарии. Я сейчас почитываю. Неплохие уже пошли просмотры. То есть, в принципе, могу сделать вывод, что вы меня не просто просите, но еще и смотрите то, о чем вы просите. Ну и, соответственно, если сегодня к вечеру будет какой-то отзыв, хороший, чтобы я продолжала, я вас просила об этом, то завтра мы будем снимать борщ, пироги, небестрога. Ну, либо не пироги, либо королевский порт. Я еще до конца не решила, чего мне хочется. Вот, собственно, сегодня 14 по 24, видите, у меня уже стоит график. Осталось отснять под него два ролика, но я это сделаю в воскресенье. То есть на 10 дней вперед, плюс, ну, вот такая вот как бы уже отснятая, кучка всего. Ну и плюс, видите, еще сколько... Вот сейчас мы с Аней вот это снимаем. Вот сейчас мы снимаем день второй. То есть оно в процессе, можно вот так пометить, еще пока как не снятое. И вот этот ролик у меня продолжается. Тлитрипсы у меня там, белокрылка, щитовка продолжаются. То есть есть какие-то ролики, которые подсняты, но потом я их со временем поставлю. Вот это мы тоже завтра подснимем, как я выращивала, но не вырастила манго. Но это будет смешной ролик, подтверждающий то, что все-таки выращиватель это не про меня. Про меня это дать возможность растению вырасти. Ну, сейчас Аня мне вернет телефон, я подкачаю те видео, которые у меня там. Вот, видите, я начала скачивать и говорю, Аня, иди, мы с тобой подснимем. И, собственно, у меня отвалилась программа, которую я скачиваю в свои ролики. И, наверное, даже у меня ничего не сохранилось. Вот, смотрим на календарь. Я понимаю, что я сегодня плохо себя очень чувствую, у меня болит голова. Кино это, конечно, если мне очень сильно повезет, у меня хватит на это время. Скорее всего, ограничимся мы завтра ответами на вопросы. Вот видео у меня сегодня было запланировано, я скачала часть. Завтра я жду Сашу Мазаеву в гости, так как голова болит нестерпимо, несмотря на таблетки. О зеленении я перенесла на утро, я завтра встану со свежей головой и сделаю. Ну, и здесь вот мы будем снимать, сидеть и продолжать. И смотри ниже. Ниже у меня манго, пересадки, монстера. Ну, и как бы вот это тоже в планах вам рассказать про эти растения, потому что они со мной. Кто-то давно, кто-то недавно. Короче, будем завтра целый день снимать. И еще параллельно отдавать аквариум, делать ремонты. Ну, и, в принципе, все. Тома пошла варить пельмени на папу, а не у себя. Я вообще не знаю, что буду есть. То, что у меня даже есть, честно говоря, сил нет. Ну, я еще немножко прабатываю, потому что я отвертелась от готовки. Я никогда не покажу плите вот в таком зуброчном состоянии, потому что я, потому что ничего вкусного я приготовить не могу. Поэтому у нас есть ремонт, макароны, яйца, колбаса. Ну, и, ну, короче, можно. Я знаю, я пойду в себя, я не знаю, что сейчас. И надеюсь, что у меня пройдет голова. Я почитаю вслух. Я Аня обещала почитать вслух, чтобы она послушала испанское. Восполнение. Надеюсь, у меня не отвалится уши после этого. Преподаватель меня очень хвалил и говорил, что я способна. Ну, и, может быть, даже у меня хватит сил постучать на барабанах. Поэтому я пока с вами не прощаюсь. Волшебное время, 19.19. Для тех, кто не знает, через цифры нам посылают ангелы, знаки. То есть есть официальный сайт, куда ты заходишь, смотришь, что означает, когда попадаются одинаковые цифры. То есть в течение дня я 3-4 таких одинаковых цифры ловлю. И хожу, смотрю, что мне хотят. Что мне хочет сказать вселенная, посылая мне вот эти знаки. Вот. Как-то так. Вот, кстати, то, после чего я начала обращать знаки. Вот, Аня, помнишь, ты рассказываешь о камене на снатьях? Да. Это ракушечка, которые расставлены знаки по дороге. И когда ты не знаешь, куда идти, тебе всегда на глаза попадается эта ракушечка. И вот этот крест указывает направление, куда тебе двигаться дальше. Поэтому следите за знаками вселенной. И мы еще подсмеем конец вечера. Когда себя плохо чувствуешь, очень хорошо себе устроите какую-нибудь маленькую радость. И есть у меня такая радость. Сейчас я вам просто вас. То есть Тома на Новый год подарила нам с Женей. Том, выпресс, пожалуйста. Вот такие подарки. То есть она вышивала две картинки. То есть два совенка. Они ждут, когда я немножечко затяну канву и найду им место. Мы их повесим на столе. А еще она мне подарила вот такую клевую крафтовую баночку. Кстати, она ее покрасила внутри красным. Вот так вот написала мне на бумажке, что в этой баночке содержится. Сделала красную тряпочную такую мягкую крышечку. И тут еще был шпагатик завязан. То есть под цвет бумажек. Я, конечно, посмеялась и сказала, что все мои лучшие качества могут уместиться в такую маленькую. А когда она сказала, мама, осторожно. Я говорю, что если я открою, останется чистое зло. Все качество испарется. На самом деле, первого числа я начала открывать эту баночку. И вот в ней лежат вот такие бумажки. Представляете, сколько мой ребенок видит во мне хорошего. То есть вот это уже вскрытые бумажки. Я каждое утро начинаю с того, что я... Ну вот, ну вот. Я считаю, что это ужасно. Я читаю то, как меня видит мой ребенок. И это безумно приятно. И, ну, как сказала моя мама, что это те качества, которые она, ну, в принципе, берет за пример. И хочет, ну, наверное, чтобы они у нее были тоже. Сейчас я вам покажу. Ну вот, знаете, когда вот такое вот читаешь, ну, это же безумно приятно. Это просто до мурашка. Она таким красивыми булковками написала. На самом деле она так красиво очень редко пишет. И самое важное, наверное, вот в таких подарках, что ребенок вот заморочился, потратил кучу времени. Вот на самом деле сейчас чувствуется намного лучше, потому что когда такая вот чистая радость, а это действительно чистая радость, она это сделала своими руками. Она сделает очень аккуратно. Она завернула, она их нарезала, завернула все в трубочки, придумала, сложила, очень красиво написала. То есть вот эта каждая бумажечка маленькая, она наполнена какой-то... Это мы уже открывали. Я хочу свернуть просто и поплотнику. Наполнена большой детской любовью. И, наверное, это самое вообще дорогое, что может быть в жизни. И то ради чего... Вот видите, например, она меня видит такой. То есть она меня видит спокойной, постоянно работающей, скромной. Скромность – это наша снеотвечительная черта. Это шутка всей нашей семьи. Потому что мы с Томой говорим. У нас есть такая шутка. Тома говорит, я вся в маму. Я самая умная, самая красивая, самая добрая, самая заботливая, а самая главная. Я самая скромная. Скромная. Поэтому скромность, да, это шестарное имя. Ну вот, собственно, все, что я бы хотела сейчас показать. Ты же... У нас тут, да. Уже идет? Да. У нас тут была небольшая репетиция. Короче, они просто понравились, как я читаю вслух. Еще раз повторю, строго мне не судить, особенно тем, кто хорошо говорит по-испански. Давно не читала вслух, а это нужна практика. Мил, гарант, угидан, дихон Гонар и Мироаль. Группито, schooling, сентадос, alrededor дала Месс, в реминионес, в своейылке. Даланта де Эл. Энри Клэвин tenía уная экспрессион о Марго. Сальтавалабист, это было эффекта, муче, вискубрир отрук, кадапр. Кадапр, этоトруп. Я выяснял в этой книжке, когда начала читать. А Нелли Линкен также parecía cansада. Ола Соберстром, в cambio, parecía alertа, casi excitada, mientras тембурилaba con los dedos sobre la mesa suavemente. Но так вот она мягко стучала палец на пастолу. Солу Яны Берселлиус parecía ладо siempre. Пермениси сентада в гардии, с кадром и болиграфом preparados. Себя Алисан, сон, консекадор и ларго пэлу, и лоевабо свето, кому де костумбре. Это то, что делает Аня, она так открутила волосы. Аня очень любит, так кратитил волосы. Гуннар comenzал дандомесла бенбинда а тодос и дискульпандосе пора берте нидо кимобилизар а тодо ле кипо аесесорас ун сабадо. Мя бьена пара ака, перо подэмсэмсэмсэмсэм эя. Эл мотиво де эста реунион эс Томас Ритберг, айадо муерто ой, а лас 8.30 до ла маѓана, на ельпуерто. Исо ума паузо. Нази прегунто нада. Эс ель трецер кадавер айадо на ума семана. Се ацерко а ла пизарра бланка айадо ла ёан колокадо лас фотографіас до лас трес віктимас и синяло ума де эйас. Эаке ахан Сухлэн, муерто порарма дефоэго, инсу каса ла тарде дель доминго. А... Час меня ма припо кесла смотрит убьёт, патамо што я забываю сегодня как бы 15. Кинсен де абрель. Но ай индисио де ке ел ассіно ентрара пра фуерца. Тапоко ай тестігос, пео ума камара дефоеда гравоа есте ниньо. Деслисо ле дедо дефоат 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 дефоѓе ауна фото фиѓа, амплиада, обтеніда де ла гравасіон де ла камара дефоеда. Коѓе кадавер фоа енконтрада ен ёеркулес 18 де абрель па ла маняна ен Біккен. Мерто дамьен а консекуэнсия де ён диспаро, перо эффектуато пора арма. Тудо паре синдикарси, мембарго ке фуе, ель киен ассіно аханц Ухлен. Пео парке мотиво? Эсо сегимос сен саберло. Речі дёт о собрании исследователей, которые выясняют, что они обнаружили три трупа на этой неделе, двои были застрелены с нестрельного оружия и один пока непонятно каким образом убит, но не из оружия. Они будут выяснять, есть ли между ними связь. Вот так примерно выглядит утро моего. Сегодня вечер у нас, уже без 15.10. Если я утром успеваю почитать, я читаю пару страниц со словарём, потому что на одну страницу мне встречается где-то два-три незнакомых слова. Я считаю, что я ужасно знаю испанский язык, но преподаватель мой считает по-другому и очень ругается за то, что я себя так неуверенно чувствую. Ну, надеюсь, у вас мой испанский не очень шокировал. Ну что, друзья, сегодня, в принципе, пятница уже закончена, 10 вечера, я пойду валяться с игрушкой. Когда я валяюсь с игрушками, снимать не может, потому что у меня стоит игрушка на телефоне. Вот кот намывается, он ждёт гостей. У нас завтра будет целый дом гостей, разных всяких. Мартюш, что мы перестали? Стесняешься, что ли? Вот. Вот не зря говорят, что коты чувствуют, когда придут гости. Если он начинает намывать, гости будут, а завтра у нас будет очень много гостей. Поэтому второй день съёмок у нас закончен. Аня с Томой там очень населятся, я не хочу не дешать, пусть они населятся. Я думаю, Том будет плакать, бросаться на ноги, кричать, аня, не уезжай, не бросай. Вот. На этом, собственно, всё. Ждите продолжения.